Здравствуйте, меня зовут Дарья, я инструктор по скандинавским центре здоровья. Может быть выключить, потому что так 7-3-9-5. Инструктор Дарья в скандинавском центре здоровья. Мы сегодня с вами рассмотрим технику на спине, он один из видов, который не прикасается лицо с водой, то есть спокойное дыхание там происходит. Также давайте я вам расскажу технически нашего бассейна. Это 16,5 метров сам бассейн, глубина 16-1,5 метра. Глубина есть, безопасный вход где 80 сантиметров, то есть в него можно зайти спокойно. Для чего нужен кроль на спине? Он помогает правильно держать шею, то есть никакой опоры не должно быть, никакого захода дальше воды не идет четко. Дыхание спокойное, не в воду. Спина ровная, она не дает нам никуда уйти, то есть очень хорошее упражнение для того, что есть у нас нарушение в спине. Также он позволяет нам удерживать грудную клетку над водой, также помогает держаться нам за счет нее, то есть если есть какие-то нарушения в спине, то он как раз нам помогает. Живот у нас будет всегда втянут, также он будет помогать нам держаться на воде, то есть если опять же проблемы в спине уже нижнего отдела, будет очень хорошо поддерживать и идти на поддержание корпуса и мышечного баланса. Сейчас в самом начале мы покажем полную координацию работы ног и рук. У нас сегодня с нами будет врач ЛФК Чеботарев Аркадий, и сегодня он нам поможет в правильности всех подводящихся упражнений к этому стилю. Аркадий Николаевич, пожалуйста. У нас было скольжение, теперь у нас идет движение ног, движение рук чередуя, то есть не должно быть, что одна рука опущена, другая поднята, они у нас синхронно должны меняться, паузы, никакой не должно быть, никаких лишних движений, дышатся спокойно, но мы видим наше скольжение, спокойность идет в движение рук, ноги не должны высоко подниматься, спокойно работают, так же как фрик роли на груди, так же и здесь. Все должно быть спокойно, никуда нельзя торопиться. Спасибо. Теперь мы рассмотрим подводящие упражнения к ролю на спине. Наш самый главный инвентарь, это наша доска. Исходное положение всегда руки над головой, локтевой сустав всегда выпрямлен, живопыт, голова смотрит четко вперед, подбородок никуда не опущен, не поднят, потому что тут же появится вода. Спокойненько, вытянутые руки, руки также у нас рядом с ушами, и спокойненько работают ноги. Ноги работают от бедра, приходит импульс в стопу, то есть спокойное, легкое движение, никуда не должно быть торопления. И спокойно работают стопы, спокойно, в легких движениях, никуда не торопиться. Колено сильно не должно выскакивать из воды. Александр. Происходит отталкивание, ноги спокойно работают от бедра, доска должна лежать четко на воде, если она будет поднята, человек сразу пойдет вниз. Брудная клетка над водой, она держится. Ноги спокойно работают. Отлично. И возвращаемся. Самое главное, хорошенько оттолкнуться, чтобы оказаться на поверхности воды, и начать хорошее движение ногами. Хорошо. Следующее упражнение у нас будет также с доской, но его можно также выполнять без доски. Это насчет контроля колена, если она вдруг начинает выскакивать. Руки будут вдоль туловища, плечи прямые, все вытянут. Также голова смотрит у нас вперед. Спокойные движения. Удары могут быть спокойные по доске, но не должны увеличивать угол. То есть все должно быть спокойно. Это упражнение, еще раз повторяю, как с доской, так же и без доски. И руки будут вдоль туловища, если у нас нет доски. И спокойненько плывем. Сейчас мы сделаем с доской, чтобы было лучше видно, что колено не выскакивает из воды. Пожалуйста. Стопа спокойно работает, выполняются такие спокойные движения. Голова лежит на воде, вода нам не мешает, то есть у нас спокойные вдохи и выдохи. Плечи немного работают из-за того, что идет волнообразное движение. И так же мы возвращаемся назад. Спасибо. Мы продолжим также с доской еще одно упражнение подводящее. Когда у нас руки так же впереди, только у нас уже одна рука будет вдоль туловища, другая держит доску. Все должно быть ровно, никакого изгиба не должно быть. То есть локтевые суставы обязательно надо выпрямлять. И мы работаем. Назад у нас поменяется рука, чтобы было конкретно это видеть. Это же упражнение можно выполнять с доской, так же и без доски. То есть все должно быть ровно. Пожалуйста. Мы взяли сначала левую руку, чтобы она была видна для нас. То есть все выпрямлено. Локтевой сустав четко смотрит в сторону. Доска лежит на воде. Это самое главное. Ноги работают спокойно. Мы меняем руку. Отлично, спасибо. Теперь мы убираем доску, потому что она нам уже не нужна. У нас теперь будет самое главное исходное наше положение. Руки лежат ладонь на ладонь. И спокойненько уже четко работаем ногами. Выпрямлено опять самое главное локтевой сустав. Живот потянут. Грудная клетка старается над водой. И работаем смотря вперед. Отрабатываются ноги. Пожалуйста. Стараться ладони не должны быть опущены в воду. То есть если только ладони опустятся в воду, наше тело последует за руками в глубину воды. Поэтому надо контролировать, чтобы хотя бы одна ладонь лежала на поверхности и чувствовала такой маленький ветерок холода над водой. Дышится в этот момент спокойно, ничего не мешая. Хорошо. Что делаем дальше? Теперь наше упражнение. Снова как мы были с доской, только без доски. У нас одна теперь будет рука вдоль туловища, другая четко лежит на воде. Мы спокойненько работаем на одной руке, контролируем, чтобы она была в исходном положении. Одна рука будет в одну сторону, другая будет в другую. Пожалуйста. Также видим, что руку мы контролируем. Вторая лежит, держится около пояса. Ничего ей не мешает. Старается не уходить ногами. Их нельзя опускать, они должны быть все равно на поверхности. И самое главное, выпрямляться и вытягиваться в этом упражнении. Отлично. Теперь наше самое любимое упражнение – это счет для спортсмена. Что будет происходить? Мы отталкиваемся, делается скольжение, одна рука опускается. Считаем. Раз, два, три. В этот момент работаем. Ногами и делается смена рук. Также идет счет. Раз, два, три. И смена. Это уже самое главное подводящее упражнение. Уже к полной координации. Пожалуйста. Главное не спешить в этом упражнении. Можно добавить и шесть в счет. Также три – это самое минимальное, что можно взять. То есть спортсмен четко контролирует все каждое движение, каждое отталкивание руки под водой. и чувствует свое плечо, как оно правильно у него работает. Отлично. Теперь мы еще раз повторим упражнение. Полная координация, уже без всякого счета. отталкиваемся и начинает руки работать, как в мельнице. Спокойно отрабатывает все движения и отрабатываются ноги. Проплывем весь бассейн туда и обратно. Спасибо. Самое главное, чтобы у нас ноги обязательно работали, они не должны быть очень медленными, поэтому надо держать один темп от начала до конца, то есть от бортика до бортика. Если у нас ноги начинают уходить в глубину, нам сразу становится неудобно плавать. Поэтому за ними надо также следить. Если они не будут работать, то тело уйдет вниз, голова будет также опускаться, и окажется у нас рот около воды, а это не очень будет приятно. Спасибо. Так, на этом у нас плавание закончено. Мы увидели полную координацию кроля на спине. Также у нас есть видеоролики со вторым нашим тренером Анастасией, где она также рассматривает другие стили. Это кроль на груди и брас. Сейчас у нас новая вводится программа оздоровительная, где у нас рассматриваются после инсульта упражнения паркинсона, опорный двигательный аппарат и кровяно-сосудистая система, чтобы правильно плавать с дыханием. Все это обобщается с упражнением ЛФК, лечебной физической культуры, и со всеми групповыми, которые у нас здесь есть. Также у нас проводятся групповые занятия в воде, и индивидуально как лечебное плавание, так и оздоровительное плавание в виде потом уже спортивной, которая переходит в плавание. Что у нас есть еще особенности в нашей спа-зоне? Это наши бани. У нас есть русская, финская и хамам. Также у нас есть зона отдыха, где можно спокойно расслабиться и отдохнуть после тренировок, или вообще прийти просто отдохнуть для самого себя. Спасибо. Поэтому мы вас ждем в нашем центре, наши врачи вас будут консультировать, если у вас есть какое-то нарушение, а мы будем вас ждать в нашем бассейне на групповых и индивидуальных занятиях. До свидания. До свидания.